всем ребят привет сегодня у меня очередной выпуск и наконец-то я буду сегодня подводить итоги итоги чистки консервации и патины именно на монеты колдовые которые я недавно подымал и я хочу вот именно сегодня вам сделать небольшой обзор как я его приготовил как я его почистил все в одном видеоролике думаю если кому-то как-то понравится как я это все делаю можно и конечно также делать потому что монеты повторюсь были колдовые и на них было именно патина неровная были залипухи и окислы окислы были именно по контуру прилипших монет то есть не красивая была не патина не эрозия в общем мне приходилось их чистить до чистого металла специалисты профессионалы меня поймут что если монету почистить не не четко неправильно со временем на ней снова будут проявляться эти болячки так что как лечат врачи нужно болячку лечить чтобы она потом не прогрессировала так что и я тоже решил почистить до чистого металла а затем просто нанести искусственную патину и все это дело законсервировать чтобы монеты долгие долгие годы радовали нас так что будем смотреть надеюсь вам понравится и будут какие-то советы рекомендации так что я думаю в будущем у меня конечно вкус и интересы изменится патинировать я буду по-другому консервировать может быть по-другому но сейчас у меня интерес именно такой монеты я пока свои не продаю так что мне для продажи и готовить смысла нету так чисто для себя ну все вернемся именно к нашим монетам смотрим ну а подобными монетами у нас будут монеты с недавно поднятого клада вот будем использовать трешечки и пятачки монеты хочу почистить именно этим средством потому что на них очень отвратительный у нас налет вот неприятные такие болячки жалко что неоднородные у них патина а то можно было их оставить но как вы видите зелень проявляется противная очень неприятные такие болячки есть конечно экземпляры более-менее добротные но болячки как вы видите все же присутствует и лучше их почистить до идеального состояния вот и потом при помощи искусственного метода это будем наносить патину при помощи медного купороса вот принципе все банально ясно как наносится патина если кто не знает могу запилить по этому случаю отдельный видос и после нашей чистки патины и консервации получается вот такие зачетные монеты именно медные приятно положить такую монетку коллекцию и ей хвастаться со своими друзьями ну и конкретно ребята используем мы вот такой это обычный преобразователь ржавчины продается он во всех магазинах стройматериалах продается даже в автозапчастях и самое главное чтобы в этой преобразователь ржавчины именно состав у нас был в основном из ортофосфорной кислоты вот он у нас ортофосфорная кислота и желательно чтобы не было всяких композиций различного рода смеси и все прочее чтобы именно было только содержимое ортофосфорной кислоты некоторые монеты я уже начал чистить очищу я их до чистого металла кто-то может быть меня и осудит но я люблю когда монета обеззараженная без всяких болячек всяких эрозий то есть здоровая чистая монета потом наношу на нее искусственную патину куда гораздо приятнее смотреть вот на такую монету чистую без всяких болячек эрозий в общем здоровая чистая монета чем вот такая обычная монета с окислыми с грязью наростами в общем неприятно кто-то меня повторюсь осудит то что я монеты якобы убивают ну как можно убить вот такие монеты смотрите в каком они сохраняя я просто ее почистил никаких воздействий механических я не делал я просто убрал с них вековой налет эрозии болячки в общем монетки стали здоровыми и чистыми конечно будем наносить на мой на них еще и патину после того как мы их данным случае монеты оздоровили то есть они у нас стали чистенькие аккуратненькие приятненькие любо-дорого взглянуть затем мы наносим на них патину и осуществляем консервацию в данном случае этот пятак именно с этого клада видеоролик по чистке и консервации данной монеты вы видели и вот сейчас она вот такая у нас красивая и нарядная повторюсь монеты кладовые вот так вот выглядит кладовые монеты лежали стопочками и видно что центр иногда чистенький а по бокам имеется налет и сегодня мы будем правильно рассоединять вот такие вот монетки есть стопка пятаков по толщине я сразу могу сказать что две монеты слева у нас александровские а вот верхняя толстая это у нас николаевская погоду мы уже поняли что 1911 год так что на 99 процентов я уже прав и вот такая вот залипушка из четырех монет троечки здесь все монеты николаевские как вы видите толщина одинаковая ну и приступим к правильному рассоединению данные залипухи и так ребят приступим не будем растягивать берем нашу всеми известную жидкость преобразовать ржавчины наливаем в миску много не будем чтобы монета была погружена полностью в данном случае жидкость берем 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 для начала трешечки и погружаем но в эту жидкость чтобы монетка была полностью утоплена и ждем 5-10 минут и посмотрим как вы видите уже сразу прошел процесс на поверхности у нас появляется пузырьки газа то есть жидкость вступила в реакцию с именно эрозии на монетах повторяюсь эта жидкость на монеты вреда никакого не делают это уже проверено тем более подтвержденные химиками которые со мной связывались и сказали что данная жидкость монеты не убивает ладно ждем минут 5-10 и смотрим на результат и так ребята время пришлось переместиться в другое помещение как вы поняли мы отправились в ванную комнату и естественно это означает что пришло вынимать наши монетки и осуществлять дальнейшую чистку при при помощи содовой кашицы то есть а сода разводится с небольшим количеством воды и получается такая знаете манка состав именно такой чтобы он на пальцы держался и сейчас мы будем доставать монетки наши медные царские и будем смотреть на результат итак ребят достаем наши монетки и смотрим на результат достаточно такие приятные стали монеты после чистки такого вот образца очень чистенькие рельеф хорошие высокие не испорчены и сейчас при помощи соды кашицы будем растирать то что не дочистило жидкость для начала нужно монеты промыть проточной водой и при помощи кашицы соды растираем подушечками пальцами всю поверхность монеты монета становится как новая но новые нам монеты не нужны нам нужно эффект старины нужна патина но патина будем наносить в другой раз сейчас у нас процесс чистки и то же самое делаем с остальными монетами монетки в очень хорошем таком состоянии рельеф высокий незначительная часть болячек все тоже остается которые очень сильно въелись но они заподлицо то есть при нанесении патины они видны не будут вот такие вот монетки после чистки преобразователь мужа общины и чистки кажется из соды и так ребята чистим на свою медь до чистого металла как вы видите монеты вообще шикарном состоянии получается осталось небольшая кучка отклада но мы их тоже почистим но в целом медь чистится именно вот таким способом и она выглядит у нас достаточно приятно кто-то из подписчик говорил что клад убитый но я могу с ним поспорить клад нифига не убитый монеты просто шикарном виде есть конечно экземпляры которые затерты но в основном монетки в очень очень шикарном виде видно все перышки гербы и надписи но теперь вы можете сказать что убиты нет я буду возражать до последнего есть несколько экземпляров конечно вот такого характера затертые временем ну я думаю когда буду наносить патины рельеф на такие монетки немного по дому и монетка будет выглядеть более-менее симпатично но так в целом монеты в очень добротным таком состоянии абсолютно все классно приятно небольшое количество осталось ну и я думаю на пару заходов я это сделаю и заложу да кстати ни в коем случае не уложите монетки жидкость накладывая друг на дружку таким способом потому что могут быть темные пятна вот именно вместе где осуществляется нахлёст монеты на монету здесь может быть потом пятно отличающие от этого так что не рекомендую так ребят закончил я чистку своих колдовых монет получилось довольно таки прилично сейчас я с вами подведу итоги проделанные работы работа была проведена действительно грандиозная сначала были монеты у нас выкопанные затем почищены потом нанесли патину и конечный итог консервация тем самым клад привели в порядок и теперь он выглядит довольно таки симпатично почищены и законсервированы вот в такой красивой патине итак ребят вчера я вот делал видео вот по поводу этих монет кладовых делал я консервацию и когда я их все приготовил думаю успокоил свою душеньку кое-кто не будем показывать пальцем сказал что не красиво и мне пришлось переделывать часть монет и получилось у меня вот так вот сказали очень темные и нужно делать покрасивее сделал я то же самое только патину переделал сделала немножко посветлее и к чему я показываю вот эти вот монеты для того чтобы вы мне сказали как было лучше когда лежит на них темная патина и выглядят они вот так вот или же когда на них светлая патина и с другой стороны они выглядят вот так вот более-менее как-то естественно у всех конечно много будет мнений у всех свои мнения ну мне если честно нравится когда какая-то промежуточная патина вот примерно что-то в этом роде кто-то скажет что черная патина куда интереснее но это на любителя тоже так что я хочу от вас услышать внятного конкретного ответа на поставленный вопрос как выглядит интереснее красивее и лучше черная патина или же светлая патина ваш ответ будет в принципе мне на руку то что буду может быть делать именно вашим советом темная или же светлая ну все сейчас продолжу монтировать это видео и наконец-то закрою эту тему и так ребят на этом я и закончил свой обзор именно своих колдовых монет долго я упорно занимался этими монетками приводил их в такое добротное состояние так что все слава богу закрою эту тему ну на этом ребята и все всем пока и удачи до новых встреч а а а а а а и и а а но